привет друзья мои у нас еще вот остатки от китайского нового года может быть я это видео выложу попозже не знаю но недавно совсем у нас прошел китайский новый год и вот такая вот у нас инсталляция здесь видите lunar new year вообще китайский новый год у нас отмечают очень потому потому что у нас очень много китайцев и они конечно же привели почти всем канадцам празднование их нового года вернее так отмечают отмечают основном китайцы все остальные уже постольку поскольку просто знаете повод для чтобы устроить партии одеться во все красное тем более он обычно как-то приходится по-моему на валентайн стали вокруг и вот мы с девочками вот эти этому шопинг-центру 50 лет исполняется девочками ходили на на партии позже сколько охраны мы с девочками ходили на делали партии все оделись в красный это было по поводу валентина и по поводу китайского нового года ну вообще было весело но есть и повод почему бы не не расслабиться и не попраздновать вы уже наверно поняли что идем мы с вами сегодня в магазин коз всегда это мой маршрут когда мы с вами идем в магазин коз как магазин кучи кучи я смотрю ничего нового все тоже коз будем надеяться что будет что-то новое я снимаю таким образом может быть это не очень удобно и получается мелко но я хочу сказать что на меня так меньше пиалится и выгоняют из магазинов когда снимаю в вертикальном формате все думают что я просто разговариваю по телефону потому что в горизонтальном формате никто не держит телефон когда разговариваю по телефону так что у нас тут колечки а мне еще кажется что в таком формате немножко ой лучше видно сейчас хорошенькие колечки почем они у них цены не видать вот такое есть на малюсенькой совсем серьги такие вот эти вот все их делают вот такие колечки браслет в таком формате удобнее снимать потому что видно все в полный рост но на ютюбном экране получается что маленький экран если смотреть на компьютере если потом с этим вертикально и горизонтально в общем сейчас youtube какие-то проводят эксперименты разных форматов короче какой интересный плащ за 290 долларов смотрите какой прикольный он как будто бы плащ с такой накидкой спереди он завязывается сзади вот таким вот как будто бы шарф вот эту юбку мы мерили с вами да вот это та самая юбка прекрасная которую мы мерили которые многие потом немногие на несколько людей мне написали что они после меня ее купили ненавижу эту музыку в кофе орущую я надеюсь что будет что-то новенькое нам примерить вот это вот платье джинсовое свитера в полосочку что-то а вот это мы тоже по-моему с вами примеряли вот эту вот накидку помните такой просто шипы прямоугольник такой если ничего не найду примерить просто покажу вам что это вот есть джинсовая рубашка вот этот свитер вот эту юбку мы видели красивую зеленую я не помню почему она сверху на резинке у нее 175 долларов она стоит цвет такой прям ядовитый я люблю зеленый но видите у нее разные 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 плессировки плессирована юбка разной конфигурации плессировки так найдем что это что у нас такое вы понимаете когда я вот так вот снимают помещается вся вещь когда снимаю горизонтально я маленькая роста не надо подпрыгнуть чтобы вся вещь сверху донизу влезла в влезла в камеру вот о чем дело короче что это у нас почем джинсовая платьица за 220 я надеюсь что ему не нужно показывать цены я думаю что вы не верите такой с заниженной талией я не знаю в чем ты комнатами очень нравится вот смотрите какой плащик под шарлока холмса такой доктор ватсон а по-моему посмотрели уже видели что тут такой жилет жилет так идемте дальше так вот это интересно как это такое платье 220 так что у него интересного у него вот такой вот воротник карманы они какого-то интересного знаете я померю вот я люблю такие интересные у него здесь вот такая складка да а внизу она в общем интересно как она выглядит на на человеке так джинсовое платье ух ты какое коротенькое о чем же видите все-таки драна такая рванина я не знаю себе 150 не страшно если решить его применять у меня ноги не загорелы колготными нету только джинсы и у нас не примерить на у меня джинсы черные можно примерить как как тунику сзади там плохо сделано посмотрите или специально так сзади не убить как плохо молния вообще-то но я удивлена однокос это как-то совсем не похоже что-то специально посмотрите как-то странно интересно пришита молния какими-то такими волнами специально так но здесь видите она гладенько здесь тогда специально здесь по-моему они что-то напортать или ну что нет не знаю платье серенькое 225 вот такую вот просто серое платье прямую что я честно говоря не вижу ничего такого тут что-то новое аванжатки красиво вот это брюки костюм как рабочая одежда брючки вот такие спереди сзади серенькие а они не такие они такие бежевые и сбоку серые внизу серые ученые полос серый немножко напоминает рабочую одежду данным стоит примерить хоть интересный костюмчик такой за 220 брюки то что все дорого стоит но они по-моему шерстяные так вот по ощущению мне кажется эти шерсти и вот такая вот такая вот рубашка со мной даже уже никто не здорово эти магазины они уже знают что я просто прихожу все померю 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 и ничего потом уже меня игнорит рубашка тоже 200 скрытая застежка тоже вот это серая 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 это точно шерсть а вот это я не знаю тоже возможно ну судя по цене да так брюки такие круто что у нас еще так вот здесь манекены у нас стоят в чем-то сейчас посмотрим вот такие брючки интересные прикольные до широких пилоты а я очень люблю такие широкие клешные приключены так черная юбка обычная бельва мы помнили примеряли с вами нет вот такое платье тоже гелевом стиле вот его мы точно примеряли ну что нет девочки я уже плохо помню точно примеряли а точно или не примеряем пальто по интересному черный коком с таким немножко старомодный мне кажется 390 фигасе с таким немножко старомодным воротником мне кажется или они снова вошли в моду так джинсы все черное я все время в коз примеряю черное потому что здесь всего о много черного вот интересный комплект и такая блуза тетка шарахнулась от меня видит что есть телефоны аж прямо шуганилась бедняжка как я всех пугаю своими съемками как люди не любят попадать в объектив почему чего они боятся я не знаю так сумка упала мы должны еще приплатить за иголку ну валяется я же не буду так даже не пойду по ней правда же о какие интересные сумки вот эти почему они 135 из какого-то такого нейлона или что-то такое интересное на полпутете масочки капоры голубая такая сумка еще какие-то украшения сережки колечки тяжелое такое почему серебряное такое же свитер что он сказал девочки по чесноку я ничего особо не вижу чтобы мне хотелось но мы что-нибудь поищем я вижу голубой красивый свитер очень красиво голубого цвета распродаж то у них нету сейчас и почем 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 я думаю что это махер с шерсть с махером за 150 это не очень дорого значит шерсть с махером не не кашемер ничего красивый очень цвет если найду с чем ему примерить то примерю брюки черные такие обычные классические брюки еще девочки если найду свои размеры по-моему я их тоже померял очень много цены найти в общем обычные классические черные брюки обычная классическая белая рубашка черная юбка такая вот трикотажная полосатики разные помните прошлый раз я примеряла такой обычный черный топ без горлышка очень очень симпатичный который я решила что мне надо что мне оно надо но только поискать где-нибудь в веникло например но пока не нашла в общем сейчас лишь сезон девочки вот интересное какое платье сюда ну в общем честно что-нибудь с вами найдем ну что ж друзья мои мы в примерочной у меня был большой соблазн так и снимать все видео вертикально потому что так намного удобнее если честно сказать я не понимаю почему youtube не переходит на вертикальные видео потому что все равно все все смотрят последние время в телефоне они в компьютере и вот как бы для того чтобы блогеру показать себя в полный рост например там не надо либо очень далеко отойти либо сделать вот так раз и все и меня полностью видно также как меня было как также как снимать вот видео с магазина много удобнее тоже смотрите у меня вокруг пространство до которого совершенно неинтересно на него смотреть так вы видите только мы так у вас попадает стена зеркало меня половина а вот этого всего как бы ну youtube был спланирован для компьютера вот для такого для такой картинки ну по моему сейчас они потихонечку переходят на на такой же формат как инстаграм как тикток как все вот эти вот но пока еще не пришел поэтому у нас тыц-пыц вот так вот разное всякое у меня было желание снять полное видео вот так вот вертикально и полностью его залить вертикальном формате я просто боюсь что многим это не понравится все давайте примерять черное платье плесированное опять черное платье монашки ой а я хотела взять то платье помните такой странный фасон забыла прошла мимо ну ладно следующий раз вот так вот этот костюм я принесла голубой свитер и к нему вот такие джинсовые как будто бы брюки и еще у меня есть вот эти брючки я принесла давайте примерять так смотрите эти брюки нужно было наверное на размер меньше я как всегда значит я взяла 12 потому что последнее время не что-то 10 у них маловато и они мне в талии хороши а вот здесь я понимаю что они должны быть такие но вот это вот матня чего-то так низко и они мне вообще длинноватый и уж очень они широкие мне так как-то не очень это нравится честно скажу потому что ну каждой брюки ширина должна быть даже такие широкие специально широкие сделанные брюки можете сейчас кофту свою сниму покажу вам они очень стройнят честно потому что эти как бы вот этот объем он стройнит он как бы у вас уменьшает снял свою кофту чтобы вы рассмотрели вот смотрите кстати стоп мой из я никло один из моих самых любимых я выношу везде и всюду под все стираю 150 раз стирала прекрасно он ничего с ним не случилось в общем всегда вы на мне его видите потому что это мой самый любимый черный топ под все его надеваю он такой классный так вот смотрите там брюки брючки как называют некоторые блогеры брючки блузочка ну вы знаете что они неплохие они прям реально мне может если был бы на размер меньше они бы даже были бы очень узковаты хотя можете и узкие были хотя в принципе и так вот они чуть-чуть как бы великоваты на мне ну 10 размер 12 очень нормально симпатичные брюки сейчас я посмотрю их состав люблю я такие широкие клешные десна что мне быть чуть-чуть надо было бы нам предложить мне сейчас каблук невысокий невысокий мне каблук поэтому если каблук повыше будет поможет и нет много ширины как потому что на размер его поменьше но это тоже так тоже неплохо худят стройнят по-моему вполне себе даже очень так цена их 170 долларов размер 12 вот номер их состав входит 23 процента ли он и остальное 77 лиоцел хорошо сделаны эти 12 размер мне может быть нужно было бы и 10 потому что как-то эти они такие мятые потому что у них льна есть немного но не так уж много чтобы уж таким быть помятыми принципе это хороший состав потому что если их погладить они не будут так мясо как чисто льняные брюки мне кажется удачный удачный состав и цвет хорош только защитный плохо видно вот вот видите их цвет защитный такой зеленый защитный странный однако комплект я бы сказал но оригинальный интересно я потом сниму блузу покажем как сидят брюки значит вот это такой комплект немножко напоминает какую-то военно военизированную такую и грузорница какой-то знаете нет нет военный нет какой-то спортивный стиль что-то смесь чего-то с чем-то но знаете оригинально я вам хочу сказать я не могу может это не совсем мой стиль вы знаете у меня такое мне платье цветочки не ну даже вот например вот эти брюки я окей вот такие я принесла джинсовые типа брюки я вам потом покажу вот свитер клубы ну как бы не совсем это моё хотя сидит она все неплохо я вам хочу сказать что брюки тоже 12 по моему а блуза по моему 4 решет такое то есть глаза очень широкая то есть настолько вверх больше низа смотрите что вы скажете он оригинальный необычный рючки вот такие страны стран как странные эти брюки странный фасон у них знаете сзади карманов нету спереди вот такие карманы как в джинсе и не могу сказать что сидит нормально я не могу сказать что мне идет этот фасон может я еще заправлю эту рубашку или сниму вообще чтобы посмотреть как они выглядят так во первых можно носить вот так наполовину я заправила видите она такая она сзади длиннее спереди короче странный конечно комплект но что-то в нем есть можно носить так и сейчас я сниму вам покажу как брюки выглядят без рубашки полностью и заправлять совсем получается совсем такой как будто военная форма ну вот такие брюки не идут мне правда не мой фасончик мне как-то больше красивее когда высокая талия вот в этих была такая высокая талия они намного интереснее красивее смотрелись а вот этот фасон тем более тоже 12 размер тоже они мне большие вы представляете вы так я то приду принесу все 10 мне все мало потом следующий раз пишу все 12 мне все большое потом 50 мне опять все мало нет гармонии в жизни нет гармонии в общем вот такие брюки странные но по-моему не хороший состав хотя они довольно не дешевые ну собственно говоря поэтому так вот 220 долларов 12 размер 100 процент на шерсть как я и посчитала подумала на ощупь так произвело впечатление что это шерсть значит 12 размер 220 долларов вот его номера видите здесь шерсть и здесь шерсть и блуза тоже 220 долларов размер 4 то есть пять размеров разницы но можно было бы 6 наверное взять и тоже стопроцентная шерсть вот такая вот в общем странный комплект такой но интересно необычно что-то новенькое вот темно манжеты кстати это все одно и то же примеряю хоть что-то что-то отличное от того что я обычно ну вот смотрите брюки и красивый голубой свитер брюки вот 10 размер абсолютно мне хорошо так что этих я нахватала двенадцатых совершенно напрасно просто прошлый раз я примеряла 10 мне все было маленькое я не похудела девочки честное слово вот такие прекрасные брюки они мне очень нравится это как будто бы такая знаете джинса но фасоль не джинсовый опять же длина мне очень хорошо на удивление потому что мне обычно кос вообще все длинные но брюки мне хороши как ни странно хотя например платье юбки не все прям до пола сейчас я платье вам померю покажу я немножко так под заправила свитер чтобы вам показать как они смотрите очень хорошо сидят брюки просто мне очень нравится такие классные клеша классические в то же время это джинс понимаете так что вот хорошо очень сели написано сколько они стоят и нацелиться на них на распродажи но я никогда не попадаю вернее распродажи мне надо подписаться на их веб-сайт хотя у нас нету онлайн распродажи в коз вообще нет онлайн то есть я не могу ничего заказывать на их веб-сайте в канаде так что а когда у них распродажи надо пустые никогда не попадает то что никогда не знаю куда спродажа начинается и всегда мой размер уходит и брюки вот такие вот классические хорошие тоже всегда уходят и тогда не удается ничего купить так состав свитера 38 альпака 38 шерсти 24 полиамид я так и думала я думаю что это честно горе шерсть альпакой но подмешали еще полиамид к нему значит и он стоит у нас 150 долларов черт отодранная когда в зале снимал я посмотрела что он стоит 150 долларов вот даже номера его сохранились какой-то у меня был размер смол почему потому что был экстра смол и смол не было даже мидиума пришлось брать смол он немножко так мог бы быть пошире конечно но цвет великолепный все-таки вот этот косовский голубой самый красивый у них бесподобно красивый голубой цвет уже как-то я примеряла другой свитер голубой он немножко толстый знаете какого-то скатаны но не скатаная как будто такой сваленный толстоватый конечно будет очень-очень жарко и широкая очень низкая пройма это не всегда удобно не для всех не для всех не для всей верхней одежды спущен рукав в общем неплохой свитерок цвет краси так 64 хлопок все остальное ли отцел 150 долларов виде 10 размер вот его номера этих брюк 150 долларов не страшно и видите вот как они сделаны из такой как будто бы такой джинсы но нет не вареные джинсы а такой синий со стрелочками даже не знаю хорошие удобные не вот не очень высокая талия немножко слишком высокая но под грудь под поджимает это даже как-то не очень удобно а эти в меру таки хорошие брюки прямо из пиры в мир знаете такой как будто бы джинса но не совсем как-то ткань называется как это не вареная не тертая джинса а вот такая вот как будто бы классическая джинс очередное платье монашки от коз я немножко ошиблась здесь размером я взяла 4 потому что мне показалось что она очень широкая она действительно здесь очень широкая а на груди она мне совершенно нормально единственное что у него расходятся плейсировка вот это расходится на груди если было больше размера но наверное не так расходилась хотя может быть любая бы расходилась просто в силу технических причин как когда что-то натягивается на чем-то витяном она не мало мне здесь не жмет не дает ничего просто вот может так оно и должно быть менее очень не нравится этот этот воротник я терпеть могу воротник стойка потому что у меня короткая шея не не идут такие воротники он мне прям видите вот под породок а должен быть вот вот так надо вытянуть шею вот так тогда было бы хорошо а так у меня получается что-то да и к нему есть пояс это не я придумал поясать это платье это коз придумал вот они приложили к нему пояс вот такой на длины кстати посмотрите в полную длину его сейчас у меня есть карманчики у них много вот этих черных платьев одно я купила в прошлой распродаже вам показывала помните и вот такой вот у него ой манжет можно закатать а можно так носить интересно что за ткань час тут поясу покажу так я считаю что пояс мне совершенно здесь не нужен хотя вы знаете как я люблю пояса но мне кажется без пояса лучше уж очень вот эта плессировка и пояс знаете когда платье обычное просто такой расклешенный то пояс неплохо выглядит а когда вот эта плессировка она как-то комячится и плохо лежит и в общем ну короче как-то мне вообще делать из меня паучку хотя платье черное но очень мрачная кстати она все на пуговица вот здесь вот она идет на пуговица до самого донизу здесь везде вообще можно расстегнуть носить как такое платье халат эти пуговички не попадают блин что происходит а вот вот пуговицы и наверно вечно покажу удобно вот такое черное платье все любят черный искус я решила принести мне она не нравится мне не нравится его горловина мне не нравится мне казалось пульсировка красиво хочу то мне кажется что это как-то но без способу уж конечно ну уж очень прямо под горлом хотя прошлое я тоже купила но там был такой интересный рукав открывал открывалась часть руки знаете вот про киал деталях там было там открывалась рука рука был вот до сих пор и потом сзади он как удлинялся была открыта рука и это уже как-то придавало некоторые вот что-то такое здесь прям все-все рукава длинные под горло уж очень монашеская так 46 шерсть все остальное там разные добавки синтетические 225 долларов она стоит не дешевая 4 размер вот его номера можно было и шестой я просто боялась что она мне будет вот здесь очень большой потому что у них вот эти платья клешные иногда такие широченные вот здесь вот ну в общем а так получилось что в груди она мне получилось не узкая но вот комплексировка расходится значит видите вот у него пуговицы то самого низа то есть он можно расстегнуть и носить как халатик манжет так и сзади него кукетка кукетка вот такая и уже вот это идет от кукетки если бы у него была кукетка и спереди если честно мне кажется было бы лучше тогда было здесь на груди она бы так не расходилась но неважно короче вот такое вот платье честно сказать вот вот такой воротник и вот такой мне не очень идет я не очень люблю такие фасоны но взяла примерить больше примеряя для вашим для себя ничего не собираюсь покупать пока что без села но вот эти брюки мне прям понравились реально и вот эти зеленые тоже очень очень неплохим так девочки вот такие примерки сегодня надеюсь что вам понравилось было интересно надеюсь что вы подпишетесь если у меня впервые если нет то я всем очень очень рада поставьте лайк если вам не жалко за мои труды и старания а сегодня все с вами была дита из канады всех люблю целую всем пока бай бай